Приветствуем вас на передаче «Христианин сегодня» и в этой передаче мы поговорим на тему «Дом молитвы» или «Концертный зал». Слова Христа, сказанные в храме, навсегда определили значение храма, то есть здания церкви. «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Предназначение храма или церкви, начиная от его основания в Ветхом Завете и утверждаясь в Новом Завете одно и то же. Это место молитвы, место общения Бога и человека, начиная от Моисея, продолжая с Соломоном и завершаясь высшим авторитетом – Христом. Апостол Павел, проповедуя Евангелие, как описано в «Деянии апостолов», приходя в очередной город, пришел к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, то есть то место, куда собирались люди для того, чтобы помолиться. Как обычно проходили служения в церкви. Христиане собирались, пели, слушали проповеди, участвовали в хлебопреломлении, слушали наставления и, конечно же, молились. Иногда эти встречи проходили с обедом. В течение времени менялись формы служения, связанные с языком, связанные с другими обрядами, которые были разными в зависимости от местности и культуры общества, в котором находилась церковь. Но одно оставалось неизменным и основной частью служения – это молитва. На разных языках, в разных культурах и странах и временах, но без молитвы смысл церкви совершенно теряется. Евангелие говорит нам ясно. Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие добудет к назиданию. Кульминация же всех перечисленных служений – это молитва. Без личного, индивидуального общения с Богом каждого человека посещение церкви и слушание всех наставлений теряет всякий смысл. Искренняя, личная, чистосердечная молитва – это дыхание и жизнь, как лично каждого христианина, так и церкви в общем. Что тревожит многих христиан наших дней. Уровень возможностей в проведении служения в церкви поднят на небывало высокий уровень. Талант плюс возможности плюс лучшая аппаратура приносит поразительный успех. Музыка, пение хоровое, исполнение оркестров, ансамблей, живая музыка, музыка записанная продолжает повышаться в профессионализме и качестве. Талантливость и эрудиция проповедников и декламаторов, спикеров и вдохновителей, motivational speakers, растет и совершенствуется. Но вопрос, почему, если все остальное хорошо, угасает молитва? Все остальное можно делать и по плоти, то есть без Бога, человеческой способностью и талантом, желанием показать себя, желанием прославиться. Но молиться по-евангельски, то есть без посторонних поддержек, вмешательств, развлечений, отвлечений, может только тот, кто уверовал и познал настоящего истинного Христа Евангелия. Тому совсем не обязательно грохот музыки, аудио, видеоэффекты, завод мотиваторов. Это все наоборот отвлекает, мешает, становится преградой в молитве. Свобода и престиж веры в Бога и посещение церкви привлек в церковь много номинальных христиан. Для них настоящее общение с Богом это что-то скучное, неизвестное и совершенно непонятное. Вдобавок к этому у нас растет молодежь, которая воспитывается в атмосфере постоянных развлечений, удовольствий и полного комфорта. А так как таких людей становится больше и больше, то изменяется и форма служения. Дом молитвы становится больше похож на концертный зал, чем на церковь. Это отражено и в строительстве, и в организации, и в приоритетах служения. Со всем этим можно было бы мириться, если бы это не приносило вреда. Вред в том, что за концертными, эстрадными и народными исполнениями уходит самое главное. Уходит молитва. Наше служение идет примерно два часа. В американских церквях час пятнадцать, час тридцать. И молитва в доме молитвы составляет не больше десяти минут, а то и меньше. Основная часть это пение, музыка и хорошо, если проповедь. И хорошо, если пение имеет христианский смысл и тон. По большей же мере, это то, что развлекает, ласкает слух без малейшей пользы для духа человека. Вред в том, что человек обманывает и себя, и своих близких, своих детей, что живет духовной жизнью тогда, когда ее и близко нет. Вред в том, что когда приходят испытания и трудности, то с какой силой их перенести? К тому же, бездуховность не удовлетворяет, как не удовлетворяет голодного просмотр передачи о вкусной и здоровой пище. А неудовлетворенность одних толкает к более привлекательным, развлекательным развлечениям, а других к апатии и полному равнодушию. Все это порождает и плотских христиан, далеких от веры, и что печально, далеких от Бога. Можно ли поправить положение? Или мы уже зашли слишком далеко? Если мы об этом не задумаемся сами, то Бог по своей милости начнет пробуждать нас. Как Он сделал это в храме, это было очень болезненно и тяжело даже для воображения. Представить себе Христа с кнутом. Когда это делалось в истории, то было еще тяжелее. Вспомните, что произошло с православной церковью после революции. Неужели мы не уразумеем, что происходит в истории и что ожидает нас, если мы не одумаемся? А что вы думаете об этом? Можно ли поправить положение и вернуть дому молитвы молитву? А может быть я вообще зазря говорю все это? Может быть вообще и проблемы нет никакой? Может быть мы просто сами себе что-то здесь надумали? И может быть все надо оставить как есть? Что вы думаете об этом? Пожалуйста, оставьте в комментариях.